С какой скоростью едет крыша? Друзья, всем большой привет! На связи с вами Артем Витальевич. Вы на канале Подтовки Кига Олимпиады по физике. Относительно недавно на этом YouTube-канале я выпускал шортс, где я рассказывал довольно интересную задачу, забавную. Там как раз задача формулируется так, что есть чел, почему-то едет какая-то крыша, дятел стучит с какой-то частотой, и мы слышим другую частоту ударов. В этом шортсе я постарался объяснить решение задачи, но мне немного... Я выпустил этот шортс, но мне он немного не понравился тем, что тяжело объяснить за одну минуту решение довольно прикольной, интересной задачи. То есть без какой-то специальной подготовки сходу за одну минуту понять ее довольно сложно. Я подумал, а давайте мы с вами запишем полноценный разбор этой задачи. Итак, сегодня у нас задача про крышу, которая едет. Давайте познакомься сначала с условием. Итак, прошу, условия на экране. Дятел стучит на дереве, делая 30 ударов в минуту. Вот у нас есть некая частота, дню 0, 30 ударов в минуту. Мальчик, сидящий на крыше, слышит 32 удара в минуту. Вот у нас есть мальчик, он сидит на крыше, все здорово, и он слышит 32 удара в минуту. Почему-то. Хотя дятел стучит, значит, стоит 30 ударов в минуту. И вопрос. С какой скоростью едет крыша? Скорость звука 330 метров в секунду. Итак, скорость звука в воздухе, с которой распространяется звук у нас просто по неподвижному воздуху, 330 метров в секунду. Чтобы мальчик слышал частоту большую, нежели чем частота самого источника, нам необходимо, чтобы у нас крыша замечательная ехала навстречу к распространяющемуся звуку. Давайте с вами изобразим картину, да? Значит, вот у нас есть крыша, которая едет с некоторой скоростью U, которую, собственно, мы как раз и хотим найти. Вот у нас есть дерево, и здесь находится назойливый дятел, который стучит, частое 30 ударов в минуту. Вот этими точками давайте мы распространяем, обозначим звуковые волны, которые у нас распространяются по воздуху, а точнее удары, которые распространяются. То есть вот у нас дятел ударил, волна пошла. Дальше дятел ударил, вторая волна пошла. То есть, соответственно, точки – это распространение звуковой волны от удара, так? Ну а расстояние между этими точками, давайте обозначим это расстояние как некоторое L, это, соответственно, расстояние, которое успевает преодолеть звуковая волна между ударами. То есть у нас был совершен, допустим, первый удар, волна пошла, потом второй удар. И вот между этими волнами есть некоторое расстояние L. Чему равно это расстояние L? Относительно, соответственно, нашего замечательного дятла, который просто находится на неподвижном дереве. Дерево-то никуда не едет, правильно? Ну, получается, что волна просто звуковая распространяется со скоростью звука, то есть давайте напишем V звука, умножить на некоторое время T0, где время T0 это время между двумя ударами. Хорошо. С другой стороны, получается, у нас чел сидит на крыше, и крыша едет навстречу к этим ударам. И это же расстояние между двумя ударами мы преодолеваем уже с какой скоростью? У нас, получается, звук распространяется налево. Давайте мы тоже обозначим, кстати. Вот у нас есть звуковая волна, замечательно, со скоростью V звук. А получается, что в системе отчета нашего челла, как бы чел-то вроде сидит, ну, для него точнее крыша вроде как бы неподвижна, и получается, что в системе отчета челла звуковая волна распространяется со скоростью V звука плюс U. V звука плюс скорость самой крыши, да, именно с такой скоростью звук идет относительно челла, который едет на крыше, и умножить на некоторое время T'', где время T' это время, которое кажется челлу, ну, проходит у нас между двумя ударами. Само расстояние, естественно, у нас здесь одинаковое. Мы не кирилетивистские эффекты, не учитываем, да? Как выразить вот это время T' и T' через наши частоты? Ну, на самом деле довольно просто. Смотрите, что такое ν0? Количество ударов в минуту, да? Давайте мы запишем в целом само определение частоты ударов. Значит, это количество ударов в единицу времени. Давайте, дельта N ударов. А, давайте вот так. Дельта N ударов на некоторое дельта T, да? А что такое T как время между двумя ударами? Время между двумя ударами это, соответственно, время между каким-то количеством ударов, да, поделить на количество этих ударов. Звучит логично. Вот из этих двух формул мы можем увидеть с вами, что частота ударов и время между двумя ударами это величины обратные. Супер! То есть мы можем записать, что наше ν0 это 1 поделить на T0, так? И по той же самой логике мы можем записать, что наше T' это 1 поделить на ν0, то есть ν0 это вот истинная частота, с которой стучит дятел по неподвижному дереву, так? А ν0 это частота ударов, которую слышит чел на едущей крыше. Так, ну и теперь нам надо что сделать? Нам надо найти скорость U. Давайте что мы сделаем? Я предлагаю просто поделить здесь все на T'. То есть у нас получится, что V звука плюс скорость U равна L поделить на T'. Да? Супер! И мы что можем также записать? Нам надо как-то перейти к... А! Мы не знаем вот это расстояние. Да, мы не знаем расстояние L, то есть мы можем записать, что как раз V звука плюс скорость крыши, расстояние L, то V звука, V звука, умноженное на T0, да? И поделить на T'. Так, прекрасно это зафиксировали. Ну и теперь остается выразить окончательно скорость. Давайте мы запишем сюда. U равно, получается, V звука, умноженное на T0, поделить на T' минус V звука. Мы можем с вами вынести это все за скобочку, нашу замечательную V звука, выносим за скобку. У нас получается T0 поделить на T' минус 1. Ну и что здесь дальше сделаем? А давайте мы с вами наши прекрасные T0 и T' заменим. У нас получается, вот за эти формулы вытекает, что T0 это 1 поделить на N0, да? А T' а, кстати, вот мы здесь как-то странно написали. Здесь я выразил N0, а здесь я выразил T'. Давайте здесь тогда тоже так же запишем сразу же, что T0 это 1 поделить на N0. Ну и все. Значит, T0 это у нас 1 поделить на N0, а T' это 1 на N'. Но у нас здесь 1 на T', то есть у нас получится 1, а N' числитель. Ну и все. Вот наша скорость U. Давайте мы запилим финальную формулу, что скорость U определяется формулой. Это скорость звука. Дальше. Ню штрих поделить на N0 минус 1. Скорость звука нам известна. 330 метров в секунду. Вот здесь мы чуть-чуть не влезаем. Хорошо, давайте вот здесь обозначим скорость U. Дальше. Ню штрих у нас это 32 удара в минуту поделить на N0 это 30 ударов в минуту. 30 ударов в минуту. Ну и минус единичка. Как мы можем заметить, у нас здесь вот эти вот удары в минуту как раз сокращаются. У нас будет 32 тридцатых минус 1. Так. Ну, наверное, можно что сделать? Наверное, можно привести здесь к общему знаменателю. У нас будет 32 минус 30 это 2. Так. 330 делится на 30. Но это же самое, что 33 поделить на 3. Это 11. И 11 умножить на 2. Получается 22. Вот если я не ошибся в расчете, то выходит, что скорость крыши 22 метра в секунду. И так она у нас получилась положительной. Значит, мы не ошиблись с тем, что крыша действительно должна ехать навстречу к распространяющемуся звуку. Это довольно логично. Потому что если у нас, когда мы едем навстречу, скорость распространения звука относительно крыши увеличивается. Значит, соответственно, у нас, ну скажем так, время между ударами уменьшается. И частота, значит, увеличивается так величина обратная. Все. Супер. Мы решили задачу. Давайте мы финально еще раз проверим на калькуляторе. Мало ли, вдруг я ошибся сейчас, когда устно считал. 330. Значит, 32 мы делим на 30. Минус 1. 22 метра в секунду. Супер. Мы решили задачу. Если будут вопросики, друзья, пишите в комментарии. Ну и самый главный вопрос. С какой скоростью у тебя едет крыша? Удачи в подготовке. Чтоб все было с кайфом по кайфу. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. И до новых встреч в новых роликах. Чтоб все у тебя было хорошо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!